В Кирове на сутки отключат воду в ряде домов, расположенных в центральной части города. Об этом сообщают в городской администрации. В частности, речь идет о домах по улицам Горького, Молодой Гвардии и Маклина. Точный список домов можно найти на портале девятка.ру. Вода пропадет ориентировочно с 4 утра 8 августа. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В регионе стали меньше строить. Так, в первом полугодии этого года в Кировской области на 1,5% снизились объемы введенного в эксплуатацию жилья. Об этом сообщили в Кировстате. Так, по подсчетам специалистов, организациями и населением было построено чуть более 3000 квартир. К слову, в Приволжском федеральном округе по итогам первого полугодия положительная динамика объемов построенного жилья была отмечена лишь в 6 регионах из 14. Среди них Самарская область, Удмуртская республика, Нижегородская область, Республики Татарстан и Мариэл, а также Саратовская область. Жителям Филейки и Ганина перекроют газ. По данным компании «Газпром Межрегионгаз» Киров, с 24 по 26 августа будет прекращена подача природного газа в связи с ремонтом на газопроводе. Жители районов ОЦМ, Филейка, поселок Ганина, деревня Боровые, деревня Сергеева, Слободы, Ленгасы, деревни Большая гора и деревни Малая гора В эти два дня просят не оставлять включенными газовые приборы и перекрыть краны перед газовым оборудованием. Полный список жилых домов, где не будет газа, можно найти на сайте Межрегионгаза. Киров занял второе место в России по темпам снижения авиаперевозок. Так, в Победилово пассажиропоток снизился более чем на 20%. Таким образом, в группе аэропортов с полугодовым количеством пассажиров выше 50 тысяч человек он занимает второе место по темпам снижения. Хуже показателей только у Нарьянмара, в котором проживает всего 24 тысячи человек. Среди всех 259 аэропортов страны рекордные показатели продемонстрировал Старый Оскол. Там пассажиропоток вырос почти на 2000%.